Доброе утро, шеф! К вам гости! Дама, настоящая дама, аристократка. Интересно? Интересно? Или, может быть, мне с ней поговорить? Без проблем, я встану. В таких случаях я всегда встаю. Пепе! Пепе! Ты сиди здесь, старый кэзюл. Босс, вы ничего мне не разрешаете. Что, она действительно так идеальна? Я никогда не видел такой красавицы. Хорошая фигурка? Да, черт побери. Не шлюха, случайно? Конечно же, нет. Откуда тебе знать? Это я знаю лучше всего. А что ей нужно? Что ей нужно? Я, в конце концов, не умею читать мысли. Надеюсь, бабки у нее есть? Еще бы. Мне кажется, они у нее из ушей сидят. Ладно, будем действовать стратегически. Том, смотри, не испортите, не отсвечивай. Как угодно. И нечего посмотреть у замочной скважины. Я вообще этим не занимаюсь. Все зависит от тебя. Сработает это или нет? Да, босс. Вся ответственность на вас. Мадам, вы меня ждете? Вам нужна помощь? Эл Перейра всегда готов помочь. Здравствуйте, мадам. Месье Перейра? Рад вас видеть. Вы готовы мне доверять? Да, безусловно, возможно. Садитесь, прошу вас. Спасибо. Я пришла, поскольку дело очень деликатное, как говорится. Иного я и не ожидал. Скажите, что вы хотите потратить за эту деликатность? Я подумала, примерно 2,5 тысячи долларов. Ну, конечно, в качестве первой платы. Или, так сказать, чтобы вы работали. И когда работа будет сделана, я думаю, что мы придем к пониманию. Я готов заплатить вам за расходы примерно еще 5 тысяч. Долларов, конечно. И кого я должен пришить? Пришить? Никого. Просто сфотографировать. Кого? Моего мужа. Конечно, вы в основном любите пришивать. Я не понимаю, если вам нужны фотографии мужа, почему не обратиться к фотографам? Их здесь полно. Со всех сторон. Вы должны сфотографировать моего мужа в голом виде. Я же сказала, дело неделикатное. Я должна говорить откровенно. Он трахает своих подружек в моей постели. И я хочу, чтобы вы записали этот акт. Запротоколировали. И поставили печать. Они встречаются в 8. У меня в доме. Вот и ключ. Вам я доверяю. Я доверяю себя в ваши руки. Я очень польщен таким доверием, но в таких играх я вам не нужен. Откуда вы знаете, в какие игры я играю? И кто мне нужен, а кто не нужен? Не нужно тратить время на такие детские игры. У меня, конечно, есть своя цель. И вы хотите достичь ее с моей помощью? Самое главное, чтобы никто об этом не узнал. А ваш муж, кто он? Один ублюдок с настоящими миллионами. У него здесь 7 ночных клубов. И он сбежал от уплаты налогов. Его зовут Телефиро Рамос. Скажется, ваше... Это имя вам знакомо? Боже. Телефиро Рамос. А я-то думал, что это какая-то мелочь пузатая. Придется вам добавить еще несколько тысяч, мадам. Даже если я соглашусь на это дело, эти фотографии буду делать я, снимать буду я и проявлять тоже я. Кстати, как я вам передам отпечатки? И кто в конце концов заплатит ту сумму, о которой мы договорились? Я сама. Я могу вам доверять? Ну, конечно. Сегодня в 12 в клубе Могану Телефиро будет работать. Работать? Да, как стриперин. Его подружка работает сетпизершей и барменшей. Благодарю вас. Рита! Привет, Аль Капоне. Ну, как твои дела? Привет, все прекрасно. Ах ты, сукин сын, где тебя носило? Почему не приходил? Как-то мне не стыдно. Что такое? Ты не звонишь, не пишешь? Как ты думаешь, зачем я пришел? Потому что жить без тебя не могу. Не издеваешься. Мне удалось вновь встать на ноги. Отличный клиент. Я отплачу тебе за все. Включая бриллианты от картины. Представляешь? Куда я без тебя? А теперь, дорогие друзья, самый главный номер вечера. Секси-эрекси. Настоящая секс-бомба во плоти. Уже третий раз прихожу сюда и до сих пор ослеплен. Наверное, большие деньги заколачивает. Вот бы ей вдуть. Какие все-таки мужики грубые. Как она здорово дует. И губки. Я бы на нее запал. Прямо сейчас. Ладно, пойдем отсюда. Я это лучше умею делать. После обеда я решил погулять и дошел до дома Тефилиро Рамос. Который мне придется войти вскоре после восьми часов вечера. Здесь, в Порто Санто, все знали этот дом, кроме меня. Это было огромное поместье, которое, наверное, стоило ему нескольких из потраченных миллионов. Окруженное огромным парком с роскошными деревьями. Так, сейчас посмотрим. Безусловно, план у меня уже был. Кроме того, я решил действовать тактически, то есть начиная с самого дома. На тренированном глазах я увидел, что никто за мной не наблюдает ни с земли, ни с воздуха. Таким образом, мое высокое давление успокоилось. Я знал, что лучше не влезать в дела с такими мужчинами, как Рамос. И не привлекать их внимание, когда они хотят что-то скрыть. Вскоре оказалось, что мои страхи беспочвенны. Вокруг не было ни души. И дом, который оказался не таким роскошным при пристальном взгляде, был больше похож на замок спящей красавицы, чем на любовное гнездышко богатого гангстера. Но, конечно, я должен был выполнить просьбу мадам Рамос. Все-таки 7,5 долларов просто так тебя в глотку не забивают. Хоть задача, конечно, не соответствовала моим настоящим возможностям и рангу. Ну что, хочешь на него посмотреть? Дорогой, какой же он у тебя красавчик. Ну не глупи, не глупи, давай. Хватит хихикать. Мне просто будет интересно увидеть рожу твоей жены, если бы она видела тебя в таком виде. Поэтому я и хихикаю. Смешно? Ну ладно, теперь давай серьезно. Мы и так вместе ненадолго. У нас мало времени. Не будем его портить и тратить зря. Ну как, ты любишь свою киску, дорогой? Не начинай. За такие деньги могла бы и лучше сыграть. Ну не злись на меня, дорогой. Я сделаю сегодня все нежно и тихо. Мой малыш. Я же сказал, не сюда. Повернись. Да, вот сюда. Давай, давай, давай. Ну что, ты начинающая, что ли? Совсем любительница? За такие деньги я хочу профессионалку. Закрой рот. Впрочем, я сама его закрою поцелуями. Мой грязный мальчик. Они были заняты только друг другом и своим делом. Можно было выстрелить рядом с ними, они все равно ничего бы не заметили. Хоть из пушки бей. Вот я и зарядил свой кольт. Дорогой. Ты такой дикий, вдруг не ставлю всего. Ну, наконец-то мы вышли в море. Добившись того, что хотел, я решил отправиться обратно. Мне очень нравится смотреть, как другие драхают девушек. Впрочем, никогда в жизни мне не приходилось зарабатывать 7,5 тысяч долларов такой малой кровью.